Он принялся нашептывать мне о какой-то оскверненной могиле, об изувеченной до неузнаваемости женщине в смертном саванне, но еще дышащей, корчащейся, еще живой. Эдгар Аллен По. Вы думаете, я сошел с ума? Настало время отказаться от мифов и вернуться к реальности. Сегодня мы поговорим с вами об околосмертном опыте. Всем привет, меня зовут Александр Панчин, это канал QWERTY, не забывайте подписываться. Я ведущий рубрике «Сумма биотехнологии», и сегодня мы поговорим про околосмертный опыт. Мозг работает не идеально, и поэтому у людей часто возникают иллюзии и заблуждения, от которых очень сложно избавиться. Особенно странно работает мозг в условиях, когда ему не хватает кислорода. Такое состояние может возникать, например, при основке сердца, при клинической смерти. И люди, пережившие это состояние, нередко описывают то, что называется околосмертный опыт. Как правило, люди, пережившие околосмертный опыт, говорят, что они испытали собственную смерть, видели свет в конце туннеля, выходили из собственного тела, общались с призраками умерших, вспоминали свою прошлую жизнь, или даже испытали некоторые чувства облегчения, как будто смерть — это что-то приятное. Некоторые люди интерпретируют такой околосмертный опыт как доказать существование жизни после смерти. Но есть и иная точка зрения на этот счет, точка зрения, предложенная учеными, прежде всего нейробиологами, которые могут объяснить, почему люди видят именно то, что описывают в этих историях. Нет ничего паранормального в околосмертном опыте, как нейренаука объясняет яркий свет встречи с мертвыми или убежденность в том, что вы один из них. Так называется статья, опубликованная в журнале Trends and Cognitive Science в 2011 году, где как раз и описывается, как современная наука объясняет все эти истории. Сначала стоит оговориться, что околосмертный опыт далеко не всегда случается с людьми, находящимися на грани смерти. Иногда это происходит при рутинной операции, под наркозом, при краткосрочной потере сознания. Люди могут описывать очень похожие явления. Но примерно в половине случаев люди действительно находились на полосок от смерти. И давайте попробуем рассмотреть, что же могло с ними происходить. Начнем с выхода из собственного тела. В 2002 году в журнале Nature вышла очень интересная статья про пациента, который страдал от эпилепсии. И этому пациенту, чтобы понять, где находится очаг этих припадков, ему вскрыли голову, и пока он находился в сознании, его били в разные места током. И спрашивали, ну как себя чувствуешь? Это нужно для того, чтобы установить место, где находится очаг эпилептического припадка, чтобы потом хирургически его удалить и помочь таким образом пациенту, которому не помогают имеющиеся лекарства. И вот ученые ударили током в определенную область височной коры этого пациента, и он сказал, опа, а я вышел из собственного тела. Ну и оказалось, что это воспроизводимо, что можно найти очень точное место, чтобы локализовать, куда, если ударить током, тот человек заявляет, что он как бы парит над своим телом. При этом интересно, что он описывает, что он видит свое тело так же, как он видел бы его, глядя вниз на собственное тело, но кажется ему, что он сам находится при этом где-то высоко. Впоследствии этого эксперимента провели и с другими пациентами, оказалось, что у разных людей в височной области мозга есть такой участок, куда, если ударить током, возникает эффект выхода из собственного тела. Это можно сравнить с такой метафорой. Представьте себе, что у вас есть сотовый телефон, и в нем есть GPS и фотокамера. И вы на эту фотокамеру сняли красную площадь, а GPS у вас сломался и говорит, что вы находитесь в Египте. В компьютере вы можете распознать, что у вас какая-то ошибка, что случился какой-то сбой, но у мозга нет такой возможности. Он должен все имеющиеся у него данные облинить в некоторую непротиворечивую единую картину мира. И он и говорит, что красная площадь оказалась в Египте. И точно так же и у пациента. Его мозг, у которого сломался его детектор того, где он находится в пространстве, говорит ему, ты паришь в воздухе и видишь то же самое, что ты видел, вы просто лежа на кровати. Если бы люди на самом деле выходили из собственного тела, то они могли бы, например, сказать, что находится на полочках высоких, которые недоступны для обычного глаза снизу. Они действительно парили под потолком. И эксперименты, в которых людей, которые были в реанимации, поэтому могли пережить клиническую смерть, могли бы описать что-нибудь такое спрятанное, они проводились, проводятся до сих пор. Одно из крупных исследований называется The Aware Study. И до сих пор, к сожалению, ни один пациент не смог описать, какие картинки спрятаны на бумажках, помещенные вне поля зрения, вне доступности пациента, лежащего на кровати. С выходом души из тела связана еще одна забавная история, достаточно старая, про врача по фамилии МакДугал, который утверждал, что душа имеет вес. Он взвешивал людей до и после смерти и обнаружил, что вот немножко масса тела изменяется на 21 грамм. У меня к этой истории сразу возникает вопрос, не означает ли это, что души всех его пациентов отправились в ад, потому что если бы что-то легкое вышло из нашего тела, что-то легче, чем воздух, например, гелий, который отправился бы вверх, то наш вес на весах, он бы наоборот увеличился, потому что эта легкая субстанция тянула бы нас вверх, а не вниз к земле. Но абстрагируемся от этой метафоры. На самом деле, по-видимому, то, что наблюдал МакДугал, это то, что вес тела менялся из-за испарения. Люди потеют, влага испаряется, и меняется масса тела, и никто не смог эти опыты впоследствии воспроизвести. Так или иначе, никаких подтверждений такого выхода души из тела до сих пор наука не получена. Следующая история еще более простая. Это история про свет в конце туннеля. Некоторые люди говорят, что вот они видят такой яркий круг, а вокруг него темнота. Почему это может происходить? Что-то похожее видят в том числе и летчики, которые тренируют на таких специальных центрифугах для того, чтобы научить их переживать большие перегрузки при ускорениях, которые случаются в самолетах. И вот у этих летчиков из-за того, что кровь отходит от головы, возникает временная гипоксия, и при этом нарушается зрение. Зрение так устроено, что сначала отключается периферийное зрение при нехватке кислорода, а потом отключается центральное зрение, и возникает эффект светлого пятна, а вокруг темнота. Как будто вы смотрите через такой освещенный туннель в темноте. И это объясняет этот эффект. Третья история – это про то, что некоторые люди говорят, что они видели призраков, духов каких-то умерших людей. То я вижу мертвецов. Они ходят вокруг, как обычные люди. Здесь тоже есть некоторые достаточно простые объяснения. Смотрите, когда у нас пациент болеет, например, болезнью Альцгеймера или болезнью Паркинсона, они могут иметь галлюцинации, визуальные галлюцинации, слуховые галлюцинации. Что-то похожее может быть и при шизофрении. Соответственно, то, что люди, у которых неправильно работает мозг, могут слышать голоса и видеть, что чего на самом деле нет, не является чем-то удивительным. И в этом смысле что-то похожее может происходить, когда мозг повреждается при нехватке кислорода во время клинической смерти. Кстати, вот я рассказывал про то, что удар током в некоторую область височной коры может приводить к ощущению парения над собственным телом, но также есть и в соседней области, куда если ударить током, человек может почувствовать некоторое присутствие у себя за спиной. И это тоже может быть принято некоторыми людьми, как то, что какой-то дух присутствует в помещении где-то сзади. Следняя история связана с эйфорией, которую люди часто описывают в связи с уколосмертным опытом. Дело в том, что, во-первых, часто этот уколосмертный опыт возникает под действием у изболивающих или под наркозом, когда люди находятся в больнице, ну и с ними делают какую-то операцию с разными медикаментами. Во-вторых, есть еще одно объяснение, связанное с нашей эволюцией. Боль, она присутствует у нас не просто так. Это важный индикатор того, что что-то поломано, и нужно больше это не поломать. Ну, например, вы поломали ногу, чтобы вы не бегали с этой поломанной ногой и не травмировали ее еще больше, вам тело сигнализирует, что пора остановиться, полежать и поплакать. Если же при этом возникает какая-то угроза вашему здоровью, например, возникает тигр, который хочет вас съесть, то то, что у вас нога будет болеть, вам никак не поможет. Наоборот, вы станете жертвой этого тигра, вам нужно либо бороться с этим тигром, либо бежать от него, поэтому боль должна притупляться. И в условиях страха у людей могут вырабатываться эндорфины, это эндогенные внутренние опиоиды, которые выступают в роли такого своеобразного обезболивающего. И в итоге люди, которые испытывают страх перед смертью, а он возникает, в том числе и на грани клинической смерти, могут испытать некоторое облегчение. Подобный механизм может объяснять и то, почему людям нравятся экстремальные виды спорта. Это страшно, поэтому это вызывает эндорфины, эйфория возникает. То же самое с фильмами ужасов. Это страшно, тоже может возникать приятное ощущение и удовольствие от просмотра этих самых ужастиков. Довольно часто возникает вопрос, что люди предчувствуют смерть своих близких, и вот как же такое возможно? Почему люди могут догадываться, что кто-то скоро умрет? Но на самом деле, очень часто люди, особенно опытные врачи или медсестры, которые часто такие прогнозы и делают, они имеют богатый опыт, они знают, сколько в среднем живет человек с тем или иным диагнозом, а есть какие-то факторы, указывающие на то, что человек может скоро погибнуть, в зависимости от того, сколько он ест, как он выглядит, как он себя чувствует, как он описывает свое здоровье, свое самочувствие. И в итоге вот этот опыт формируется в виде некоторых таких предсказаний, которые иногда сбываются, иногда нет. Ну и, естественно, те истории, которые сбываются, они становятся мифами, легендами и входят в культуру, пересказываются, и возникает множество историй о том, что кто-то предвидел чью-то смерть. Таким образом, в околосмертном опыте нет ничего паранормального, к сожалению, не доказывает существование загробной жизни. Я думаю, что если бы мы не верили в загробную жизнь, то, может быть, мы бы больше ценили ту жизнь, которая у нас есть, и жизнь других людей. Потому что, скорее всего, она у нас одна, и стоит о ней позаботиться. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Александр Панчин, и это был QWERTY.